В эфире телеканал ННТ, новости Дагестан, студии Карим Гамаев. Здравствуйте! И вначале по традиции, коротко о главном. Виновные в деле об ударе мальчика током обязательно будут найдены. Глава Следственного комитета России взял дело под особый контроль. Голос, знакомый миллионам, нашитый полюбившуюся всему миру. Концерт Махерзейна в Каспийске собрал около 15 тысяч зрителей. Как дагестанцы встретили популярного исполнителя, узнаем в выпуске. Дагестанцы могут проголосовать за появление мобильного интернета в своем селе. Мастер-класс от чемпионов. Дагестанские олимпийцы вместе с помощником главы региона побывали в Донецкой и Луганской народных республиках. Подробнее об этом и других важных встречах в нашем спортивном блоке. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под особый контроль ход расследования уголовного дела по факту удара током 11-летнего мальчика. Напомним, инцидент произошел в четверг на детской площадке в Махачкале по улице Абдулхакима-Исмаилова. По неуточненным данным, ребенок тронул оборванный оголенный провод. В результате мальчик получил тяжелые травмы и находится в коме, сообщает молодежка. Дагестанцы могут повлиять на то, в каких селах появится мобильный интернет в следующем году. Минцифры России объявила о старте 17 июля всероссийского голосования за подключение малонаселенных сел и деревень к высокоскоростному мобильному интернету. Проголосовать можно двумя способами. В личном кабинете на госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи голоса принимаются до 13 августа. Ну и письмом Почтой России в Минцифры заявки принимаются до 10 сентября 2023 года включительно. Махер Зейн, всемирно известный певец и композитор, посетил Дагестан. Он уже второй раз приезжает для участия в концерте и каждый раз это событие охватывает всех дагестанцев в республике и за ее пределами. Организаторами вечера выступили радио «Ватан» и проект «Умрахадж». О том, как прошло крупное событие, расскажет Айша Тухаева. Мотивы его песен в Дагестане известны и взрослым, и детям. Несмотря на то, что многим его хитам уже 14 лет, они по-прежнему любимы публикой. Мало кто знает, что Махер Зейн – бакалавр по специальности аэрокосмическая техника, что немного не вяжется с его концертной деятельностью, но точно описывает его космическую популярность среди всех мусульман мира. Сам Махер всегда тепло приветствует республику и находит для нее душевные слова. Я очень счастлив быть вместе с вами в этот благословенный вечер. Во благо, иншаллах. Трибуны самой крупной в Дагестане площадки были заполнены зрителями. Билеты раскупались за несколько месяцев до события. Люди спешили попасть на концерт. Выступил не только Махер Зейн, но и известные исполнители нашидов Дагестана и Чечни. Я узнала от своего сына. Он мне сказал, что приезжает Махер Зейн. Он сразу приобрел билеты. В основном его, этого исполнителя, все знают за счет песни «Рамадан», так как в Дагестане у нас очень распространенная. И погода прям располагающая. Такая духота была, когда пришли. Сейчас уже прям как будто небеса. Все за нас. Ну, знаете, такая аура, столько людей. Это слова мне описать. Очень нравится. А если пойдет дождик? Посидеть. Это благодать от Всевышнего. Даже намерены до конца сидеть. Под дождем, под ливнем. Вот так здорово, что можно увидеть вживую того, кто тебе нравился много лет назад. Атмосфера такая сплоченная, коллективная. Все общаются, все делятся. Вот намаз делают прямо вот здесь. Очень приятно за этим наблюдать, смотреть. Это вечер салавата, и я не могла такое упустить. Я ощущаю единство. Единство ислама, единство мусульман. Рамазан Казимагамедов, который вот уже 14 лет не имеет возможности ходить после серьезной аварии, концерт, слушал и смотрел близко к сцене. Его пропустили на входе, без очереди и без вопросов. Люди с ограниченными возможностями в этот день получили подарок от организаторов. Меня пригласила сестра с приезда Хаджа. Билет приобрести хотели. Когда приехали здесь, сказали, что не нужно приобрести для людей с ограниченными возможностями. Большое спасибо, Мрахад, за то, что бесплатно пускают людей с ограниченными возможностями. Здесь есть свой приятный вайп, и очень хорошо, что именно такие события собирают на седьмом месте. Он выйдет чуть-чуть ближе к вам, друзья мои, давайте поприветствуем! Майер, друзья мои, Майер, ты ближе всех подошел среди всех исполнителей к аудитории. Никто не был так близким к аудитории здесь. Поплодируем! Поплодируем нашим исполнителям! Спасибо! Шукра, шукра, жилья! Машаллах! Несмотря на дождь, который не прекращался, 15 тысяч зрителей оставались до самого завершения концерта. А завершился он дружным чтением слов восхваления Всевышнего Аллаха. Много слов благодарности прозвучало в этот вечер в адрес организаторов. Радио «Ватан» и проект «Умрахадж». Уже на следующий день Махер Зейн улетел домой. Но напоследок, по традиции, сказал теплые слова благодарности дагестанцам. Ас-саляму алейкум всем! Мы в аэропорту. К сожалению, я покидаю Дагестан. Хочу сказать, что все прошло отлично. Я благодарен всем, кто организовал поездку, кто пришел на концерт, всем, кто ждал меня. Все прошло очень и очень хорошо. Я надеюсь на новую встречу с вами. Всех вам благ! Айша Тухаева, Шамиль Хиресулаев, Камиль Магаев. Новости ННТ. Махачкала. И к другим темам. Традиционные промыслы, ковроткачество, резьба по дереву, обработка металла, вышивка и многое другое. Все это было представлено на народном фестивале в Табасаранском районе. Фестиваль, уходящий корнями в далекий 1981 год «Мелодия Рубаса» прошел на территории средневековой крепости семи братьев и одной сестры. В этом году фестиваль посвящен 80-летию известного табасаранского композитора Касума Магомедова. Мероприятие посетило много почетных гостей, в том числе и глава муниципалитета. Его родном ауле случали, любили его произведения. Поэтому, я думаю, и школа искусств, которая названа его именем, будет достойным продолжателем именно Касума Магомедовича и других наших земляков. Поэтому с праздником вас всех! Удачи, благополучия ночи! Помимо народного творчества, гости и участники фестиваля имели возможность попробовать блюда традиционной кухни, представленной на Майданах и насладиться выставкой «Наш Расул», организованной воспитанниками Дома детского творчества села Хучни в честь столетия со дня рождения Расула Гамзатова. Восемь многоэтажек в Махачкале отремонтируют к юбилею Расула Гамзатова. Включение дополнительных восьми многоквартирных домов в краткосрочный план капитального ремонта 2023 года стало приятной неожиданностью. Строительно-монтажные работы уже начаты. Планируется, что в ходе ремонта будут обновлены фасады зданий, заменены крыши трех многоэтажек и полноценная замена лифтового оборудования в одной из многоэтажек. Дроны против вредителей. Аграрии республики нашли применение современным технологиям на своих сельхозугодиях. На кадрах, снятыми при службе Минсельхоза республики, видно, как дрон распрыскивает лекарства от болезней и насекомых. Таким образом обработано уже 100 гектар рисовых посевов. Новый метод борьбы с вредителями проходит под полным контролем специалистов Россельхозцентра. И к новостям спорта. Очередная дружеская встреча. Делегация из Дагестана под руководством помощника главы региона Магомеда Гаджимагомедова посетила Донецкую и Луганскую народные республики. Дагестанцы встретились с представителем власти, местными спортсменами и религиозными деятелями. Подробнее в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Несмотря на сложные времена, жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках идет своим чередом. С целью сотрудничества и тесного взаимодействия в очередной раз в эти регионы направилась делегация из Дагестана. Ее возглавлял помощник главы республики Магомед Гаджимагомедов. В первую очередь они встретились с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым. Вручение главы с логанскими движениями, то и то, конечно, с гуманитарной помощью выезжали. Когда начали даже вуганские народные столбики выезжать, только когда начали беженцы выезжать, мы в Ростове заезжали, постоянно поддерживали. А сейчас уже особо такой нужды нет в гуманитарной помощи. Сейчас мы стараемся с спортсменами, с артистами, как можем, так и дружим, показываем наши братские отношения. Помощь, она разная, да, она что делает? Она сближает народы, правильно? Огромное спасибо всем вам, всем регионам Великой и Большой России, которые оказывают нам помощь как в восстановлении нашего хозяйства, восстановлении гуманитарных связей. Вот просто такие встречи, они нас сближают. Мы понимаем, что все народы России нам протягивают руку помощи. Это очень хорошо. После теплой беседы и обмена подарками делегация направилась в местный спорткомплекс «Динамо». Там их тепло встретила луганская спортивная общественность. Наши именитые чемпионы провели здесь для молодежи мастер-класс по боксу и смешанным единоборствам. Ну, сегодня, да, вам в первую очередь выпала большая честь. К нам приехали гости из республики Дагестан. Ну, мы услышали все регалии. Это те люди, которыми гордится вся большая наша страна, Российская Федерация. Я уверен, что, ну, каждое такое мероприятие не проходит бесследно и остается где-то в памяти физической, в памяти, в голове. Я всего сердца благодарен, что вы нашли возможность поприсутствовать у нас, приехать в Луганскую Народную Республику. Постарайтесь вынести максимум из таких встреч. Ничего нет невозможного. Каждый из вас может стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира. Вы должны ставить для себя задачи, цели и добиваться их. Не останавливаться на полпути. Вы этого добьетесь. Насыщенные тренировки по учителям беседы дагестанских чемпионов также прошли в спорткомплексе «Олимп» города Шахтерск Донецкой Народной Республики. Мероприятие принимали участие не только молодые, но и взрослые спортсмены. То, что пришли в спортивный зал, настоящие мужчины, настоящие, можно сказать, вы те люди, которые приносите уже пользу. Почему? Потому что ваши родители уже радуются, что вы в спортивный зал ходите. Это очень хорошо. Вы большие молодцы. В первую очередь. Вы первый шаг для успеха, своего успеха уже сделали. Первый шаг. Правильно же? А теперь осталось что? Например, посмотрите на нас. Мы же тоже такими же маленькими, такими же хилыми, слабыми. Очень слабыми были. Даже чем выше, намного слабее были. Намного слабее были. Просто, что помогло нам? Мы начали слушаться тренера, мы начали слушаться старших, мы начали слушаться своих родителей. Больших секретов, чтобы стать чемпионом Олимпийских игр, чемпионом мира, больших секретов нет. Просто вот это соблюдение вот этой дисциплины и все. Наши дети пообщались с большими Олимпийскими чемпионами, с великими спортсменами. И, конечно же, услышали голос Дагестана. Самое главное, что сила России в чем? В единстве. Наша страна многоциональная, много конфессий, религий. Но самое главное, что один порыв и вот то, что сейчас один из лозунгов у нас был «Россия единая и она непобедима», это да, 100%. Потому что мы видим, с какой радостью и счастьем ребята встречают наших спортсменов из Дагестана. Так что всегда рады встречам. Приезжайте. Я надеюсь, что мы еще не один раз совместно Донбасс и Дагестан будут выходить на Олимпийские помосты и однозначно будут победителями Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы. Так что вперед вместе к общим победам. Донбасс и Дагестан вместе. Всем огромный привет. Рабочая программа дагестанской делегации завершилась встречей с представителями духовенства Донецкой и Луганской народной республики. Во время теплой беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества между регионами. Подобные дружеские выезды в ДНР и ЛНР будут организованы регулярно, отметив в завершении помощник главы Дагестана Магомед Гаджимагомедов. Ханзу Магомедов, Ислам Халиков, Мурат Бигбарзов. Новости телеканала ННТ. Сборная Дагестана определилась составом на первые летние игры сурдолимпийцев. На соревнованиях, которые пройдут в Уфе с 23 июля по 2 августа, нашу команду представит 21 спортсмен. Всего на игры в столицу Башкирии съедутся делегации из 30 стран. Участники разыграют медали в 21 виде спорта. Дагестанская сборная будет представлена в таких видах спорта, как вольная борьба, тхэквондо, дзюдо и пулевая стрельба. Предстоящее событие станет альтернативой летних сурдолимпийских игр, которые прошли в 2022 году в Бразилии, без участия спортсменов из России. Это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Карим Гамаев. Смотрите наши выпуски также в соцсетях. И до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин